Приветствую вас, возлюбленные Господом, братья и сестры. Вы благословенные поистине Господом. И поздравляю вас с таким обильным праздником Жатвы. Вы по-особенному благословенно счастливы. В нашей местности, откуда я приехал, в Запорожской области, в газете большая фотография на первой страничке, маленький подсолнух, и написано «90 дней без дождя». Маленький подсолнух и трещина, руку можно просунуть в расщелины. А у вас такое благословение. Как вы должны быть счастливы и благодарны Богу, и ценить то, что вы имеете. Я прочитаю текст из Слова Божьего, который записан в Псалом 103. Два текста из этого Псалма. Первый текст, первый стих. «Благослови, душа моя Господа, Господи Божий мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием». И 24 стих. «Как многочисленные дела Твои, Господи, все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих». Ломоносов как-то сказал, Бог оставил на земле две книги. Одна – «Природа». Я даже не знал, что будет книга, которая показывает свое могущество и величие Творца. И вторая книга написанная – «Божье Слово», в котором записана Божья воля. Говорит, нет такой книги на земле другой, которая бы так рассказывала о Боге. И когда мы смотрим на эти дары, нет одинаковых плодов, нет одинакового листочка, нет одинакового человека. Все разные. И как Бог мудро устроил. И автор Псалма говорит, «Благослови, душа моя Господа». То есть, говори благие, хорошие слова в адрес Бога, потому что Бог дивно велик, ты облечен славою и величием. Бог облечен славою и величием. В 1970 году наш брат ехал на поезде из Москвы в Патторию, сидел в купе, и беседая с людьми, которые ехали вместе с ним, он такой словохотливый, знающий много произведений, любящий стихи, рассказывающий, сам писал, и рассказывал людям. В те времена было трудно проповедовать. В те времена Брежнева, Андропова, Суслова старшее поколение помнят. За Слово Божие нельзя было с Библии идти на улице, потому что пять лет, как минимум, на заработки пошлют. Такая была обстановка. И он ехал и рассказывал людям стихи. Собеседники слушали. Один стих он рассказал Евгению Тушенко, может быть, кто помнит, «Проклятие века – это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав за правленный цитнот». Второй стих он прочитал слова Лермонтова. «В минуту жизни трудную, теснится в сердце грусть, одну молитву чудную, твержу я наизусть, с души, как бремя, скатится, сомненья далеко, и верится, и плачется». И так легко-легко женщина, сидевшая напротив, в этом купе, вытянулась дипломата, блатнула свое, и подала ему, говорит, «Пожалуйста, мужчина, запишите эти слова для меня». Он взял ручку и написал эти слова, закрыл блокнот, как глянул, а там большой герб Советского Союза, и написано «Депутат Верховного Совета СССР». Он так посмотрел на нее, говорит, «Теперь мне на ближайшей станции с вами выходить в отделение милиции». Говорит, «Не бойтесь, нет, не нужно». Я вам скажу нечто. В Евпатории есть обсерватория, где люди по зону трубу смотрят на небо, и 50% сотрудников не хотят вступать в коммунистическую партию. А почему? Говорит, «Мы смотрим туда, там кто-то есть, кто-то там есть, ты дивен, ты велик, ты премудро все устроил, все создал, ты премудро, говорит, брат, стих. И только безумец сказал в сердце своем». Что он сказал? «Нет Бога». И какой результат? Развратились, сделали гнусные дела. А человек Божий, тот говорит по-другому, как говорит Давид, муж по сердцу Божию, восклицает, «Господи Божий наш, как величное имя Твое по всей земле, слава Твоя протирается превыше небес». И звезды, и луна, и все говорят о Боге. Это тот, который увидел красоту, увидел Бога в растении, в растении, в плодах, говорит, как ты велик, какой ты велик, слава Твоя протирается превыше небес. Земля полна произведений Твоих, мы прочитали, говорит, Слово Божие, это прекрасно, это отлично. Но Господь вдохновляет, Моисея говорит, напиши Слово Божие, чтобы народ израильский знал. Среди этого всего прекрасного есть одно прекрасное повеление, и мы читаем книга «Исход», 23 глава, книга «Исход», 23 глава, 16 стих. «Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты съел на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Наблюдай, то есть справляй, обрати внимание, то, что тебя окружает, помни, наблюдай, праздник жатвы. Это было выражение благодарности Богу за все хлебные дары, которые Господь послал, уже сегодня брат, ваш служитель говорил, изобилие, разнообразие хлеба. Праздник собирания плодов в конце года, это благодарность Богу за весь урожай. Все эти праздники напоминали и служили напоминанием для сынов Израиля о заботе Божией. Они говорили, кто Бог и каков Он. И дальше Моисей пишет в Второзаконии, 8 глава. Бог повелел и эти слова записать, чтобы они достали и наши дни, не только для народа израильского. И читаем такие слова. Книга Второзакония с 10 стиха, 8 глава, с 10 стиха. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благослови Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Береги, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законы Его и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. «И когда будешь есть и насыщаться, когда будешь есть и насыщаться, сытый голодному не товарищ». В селение к бабушке приехали внуки. Это была сельская, пригородная местность. И бабушка, там и соседки дети играли с этими. И бабушка, дети, говорит, все к столу обедать, кушать. Мальчики, девочки сели за стол. Один мальчик подошел, посмотрел на стол. Говорит, «А я это не люблю». Не знаю, это был плов с праздника жатвы, у бабушки остался или что-то другое, но он посмотрел и отошел. Дети начали, помолились. Бабушка говорит, «Мы помолились, по дороге Бога, за то, что есть и едим то, что Господь послал. Будем кушать то, что Господь нам послал на сегодняшний день». Дети кушали, кто-то из них попросил еще добавки. Тот, который отказался, а вокруг ходил и все время заглядывает, и заглядывает на стол, и заглядывает. А потом подошел к бабушке и говорит, «Бабушка, скажите еще раз те слова, которые вы говорили в начале». Она только один раз сказала. Нельзя, когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Насколько мы должны быть благодарны теми милостьями, которые Господь дает нам. Один из моих друзей был в Ленинграде своей семьей, ездил на экскурсию, с детьми, и они остановились в квартире в одной хозяйке. Пришли с Эрмитажа, сели кушать, поставили продукты, помолились, стали кушать. Ну а дети как дети. Хлеб нарезанный ломтиками, раз кусил, второй раз и в сторону. Девочка тоже самая в сторону положила, кусочки оставилась. Поели и встали быстро. Хозяйка, которая сидела за столом, взяла эти кусочки и начала, не брала целый, а брала эти кусочки и ела. Отец этих детей говорит, хозяйка, женщина, не нужна, зачем вы кушаете его, зачем вы доедаете? Он говорит, братик, это не хлеб, а это хлебушек. Я знаю, что такое без хлеба. Мне хлеб снился, я хлеб хотела, каждый день искала и не было возможно. Это не хлеб, это хлебушек. Я знаю ему цену. Друзья мои, будем ценить. Я иногда посматриваю на людей, там есть водопровод, есть вода, которую пьют. Большой стакан набирают, два глотка сделают, остальную выливают. Сегодня каждый третий голодный. Есть местность, где люди выдают один литр в сутки. Поэтому должны ценить и благодарить Бога за землю, которую Бог дал нам. И ценить это благословение, потому что Он благословил. И Клисиас пишет «Прекрасные слова», это «Мудрый человек». Книга Экклесиаста, читаем третья глава, и говорит, такие прекрасные свидетельства, напоминания о «Мудрый человек», дает наставление. Третья глава книги Экклесиаста, 1, 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и у того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благовели пред лицом Его». Все, что мы видим, с одной целью, чтобы мы благовели пред Богом. Не то, что мы хорошие заслужили, Бог достоин. И апостол Павел пишет, что ради Христа им все дано для нас в нашей жизни. «Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престоле, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано». И поэтому, братья и сестры, как я уже прочитал эти прекрасные слова, вместе с автором Псалма скажем «Блазови душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты обличен славою и величием». Аминь. Помолимся Господу.